Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юля, и я встречаю вас сегодня с новым цветом волос. Настала осень, и хочется перемен, и я решила покрасить свои волосы обратно в брюнетку. Надеюсь, вам нравится мой новый образ. В общем, в сегодняшнем видео мы будем смотреть и краситься новой коллекцией от Colourpop, которая называется Plush Like Me. И я была в шоке, что я купила эту коллекцию, потому что я давно, ну то, что зареклась, но я давно как-то стараюсь не покупать каждую коллекцию Colourpop, потому что, как правило, то, с чем они выходят, это повторяется из коллекции в коллекцию. Но эта коллекция меня невероятно привлекла. Я не знаю, чем. Возможно, это какой-то осенний вайб, который я уловила, когда увидела ее онлайн. Я не смогла пройти мимо нее. Итак, давайте посмотрим же, что в самой полноценной коллекции. Я купила полную коллекцию, там не только палетку или не только помады, а все потому, что, как оказалось, большинство оттенков помад, которые мне сразу понравились из этой коллекции, они были распроданы. Также нельзя было купить отдельно уже все 8 помад из этой коллекции. В итоге я поняла, что мне проще будет купить, наверное, всю коллекцию, потому что, ну а что я потеряю? Будет у меня больше классных помад, интересных цветов, и я решила все-таки это сделать. Но еще, конечно, просмотр YouTube тоже помогает этому очень сильно. Я смотрела обзор одной девушки, она прям продала мне эту коллекцию, я пошла на сайт и поняла, что все, я хочу купить ее. Шла она, кстати, не очень быстро. Я не выбрала на этот раз доставку FedEx, поэтому она мне шла, наверное, недели полторы. Долго шла, поэтому, да, это Colourpop. К этому все, наверное, уже привыкли. Давайте я сейчас вам покажу полноценную картинку этой коллекции, что в нее вошло, и сейчас я покажу вам каждый компонент по отдельности, и также мы пройдемся по свочам всего этого. Итак, первое, что мы видим в коллекции, это палетка. Называется она, естественно, Plush Like Me. Бархатистые прикосновения, очень приятно держать ее в руках. Упаковка выглядит так же, но на упаковке нет всех элементов бархата. Палетка состоит из 12 оттенков, и многие согласились с тем, что, да, это коллекция, которую мы уже видели, в ней нет ничего уникального. Но, знаете что, эта палетка, она уникальна по-своему, потому что здесь есть как базовые оттенки нюдовые, так и, вот, допустим, два очень интересных зеленых оттенка. Один зеленый шиммер, и также как оттенок болотного цвета. И также нам предоставлен целый ряд для того, чтобы поиграться с очень красивыми бордовыми оттенками, что мне очень понравилось. Так как в этой палетке 12 оттенков, а не 9, да, в ней есть зеркало, что безумно здорово. Очень красиво расписано зеркало, если так можно выразиться, по бокам. Давайте перейдем теперь к свотчам. Мне показалось, что свотчи, они не какие-то вау, взрыв мозга, добротные, колорпоповские свотчи. Не могу сказать, что какой-то из оттенков выделяется среди остальных, то есть все оттенки одинаково пигментированы. Я бы сказала, даже самые актуальные в этой палетке шиммеры, они оказались не такими пигментированными, как я это представляла. То есть, да, они красиво смотрятся, но нет этого буйства, сияшек, я этого не увидела. Как будто бы, знаете, даже шиммеры, они хуже по качеству, чем в прошлых палетках колорпоп, мне так показалось. Но, опять же, хорошая палетка, хорошие свотчи. Далее, в этой коллекции мы видим 4 оттенка стиковых румян, румян в стике. Безумно красивая упаковка, опять же, у этих румяшек, очень мне нравится. Напоминает, знаете, о Рождестве, а не о 90-х. Вообще, на самом деле, эта коллекция была вдохновлена 90-ми, то есть, типа, такой ретро, не ретро стиль, а просто 90-е, да. И я родилась в 95-м году, и я не могу сказать, что я смотрю на эту коллекцию, и я такая, вау, 90-е, то есть, нет ощущения, ну, может быть, в цветах в палетке есть, но так, в остальном. А может быть, только помады слегка дают тебе ощущение того, что это коллекция, которая была посвящена 90-м. Давайте пройдемся по свотчам этих румян. Я пошла от самого светлого до самого темного оттенка. И первый оттенок румян самый светло-розоватый, называется Skater Boys. Далее идет оттенок Mel Red. Следующий оттенок это Vino Forever. И последний оттенок, вроде, который казался очень насыщенным, называется So Cold. На самом деле, последний оттенок So Cold не настолько смотрится пигментированным, каким он смотрится в этом стике, то есть, посмотрите, как это использовать. Но на самом деле, он хорошо смотрится, будет смотреться, наверное, на коже, мы это узнаем. Не совсем они прям липкие такие. Очень приятная формула мне понравилась. Далее, давайте перейдем к следующему, что в этой коллекции, а именно помады. Всего в этой коллекции вышло 8 оттенков помад. Как и, наверное, в любой другой коллекции Colourpop, не Colourpop, даже другого бренда. Очень много выбора помад для разных оттенков кожи. Мне понравилось, что в этой коллекции вот просто тот самый идеальный ряд помад, который был бы интересен каждому. Потому что, когда я увидела свочи, я поняла, что, да, это вот те нюдовые, пыльно-розовые оттенки дымчатые, которые хочется носить именно сейчас, в осеннее время года. И сейчас я покажу вам свочи этих помад. Первый оттенок называется Gen X. Второй оттенок Kate, Bent T, Matte F, Crying, Regulate, Call Waiting и оттенок Plucked. Все оттенки хорошо очень свочились. Какие-то из них свочились гораздо более глубже по оттенку, чем то, что я увидела в самом рефиле, в смысле в помаде, в ее футляре, да. И я скажу так, что все оттенки, они одинаково смотрятся привлекательно. Нет такого, что какой-то оттенок смотрится так себе, какой-то вау, прям они все смотрятся очень-очень классно по-осеннему. Я не знаю, тематика 90-х просматривается здесь тоже, возможно, потому что, мне кажется, в 90-х были популярны как раз-таки такие оттенки, еле-еле видимые, нюдовые, да, наверное, я права. Предпоследнее, что вышло в этой коллекции, это 4 карандаша для губ. Сейчас я покажу вам, как эти оттенки свочатся на руке. Первый оттенок называется Over the Liner, второй оттенок Good and Plenty, третий оттенок называется CD, и четвертый называется Grunge Girl. Очень хорошо они посвочились, мне показалось, что, конечно, более темный оттенок, он как будто бы гораздо лучше свочился, потому что у него такая текстура масляная, как будто бы. Ну и, конечно, эти карандаши для губ просто идеально будут зачитаться с нашими помадами. Последнее, что мы можем найти в этой коллекции от Colourpop, это вот такой хайлайтер от Soul Body, это сестринский бренд Colourpop. Как правило, такие хайлайтеры от Soul Body, они по текстуре как супершок тени от Colourpop, то есть они очень мягкие по своей текстуре. И сам хайлайтер, он, естественно, в таком розовато-золотистом оттенке, что тоже идеально подходит к этой коллекции. И мне понравилось, как он свочится. Я посвочила его на камеру, и также я посвочила его на телефон, и на телефоне можно увидеть золотистые переливы, каких я не увидела, когда я делала это на камеру, что очень круто. И, в общем, это все, что мы получили в этой коллекции. Сама коллекция стоила вроде бы долларов 130 или 140, я напишу внизу. Кстати, совсем забыла показать вам мое восхищение упаковкой этих продуктов. Просто посмотрите, как все красиво и стильно сделано. То есть действительно не хочется выкидывать упаковку помад. Это, кстати, упаковка помады. Вот так, таким образом она выглядит. Lux Blur Lipstick. То есть это матовая помада с блюрящим эффектом. И вот таким образом выглядит упаковка от румян в стике. Тоже невероятно красиво смотрится. Не хочется выкидывать, опять же. Определенно я не разочарована, что я приобрела эту коллекцию. Вы уже узнаете по ходу видео, что мне понравилось, что не очень. И сегодня мы, кстати, будем делать вот такой лук с использованием... Не лук, вернее, а образ. Я извиняюсь, образ. Вот такой образ с этой палеткой. Я хотела сделать что-то с моки. Наверное, я хотела сделать что-то, в чем мне было бы комфортно. Моя комфортная зона с моки. Да, я сказала бы так. Я очень надеюсь, что мой сегодняшний туториал с использованием палетки, помад. Кстати, у нас сегодня будет много очень свочей помад на губах. Если вы хотите увидеть, как все эти оттенки смотрятся на моих губах, то смотрите все в видео. Это будет очень интересно посмотреть, как каждый по отдельности оттенок смотрится. Поэтому, надеюсь, это видео вам подарит хорошее настроение, отвлечет вас от забот. Запасайтесь вкусняшками, чаек берите, что-то еще. Но мы начинаем. Поехали. И давайте начнем с этой потрясающей красивой палетки. Мне безумно нравится, как эта палетка ощущается, когда я держу ее в руках. Очень приятный на ощупь бархат. И я хочу, наверное, начать с оттенка под названием Velour. Я использую кисточку от Ruffer под номером 27. Я извиняюсь, ребят, я без макияжа, поэтому, если вы видите, что моя кожа не такая идеальная, вы не ошибаетесь. Мне кажется, ни у кого она не идеальна, когда девушка без макияжа. И я хочу нанести этот оттенок, наверное, на все век. Это будет наш первый оттенок, с которым мы начнем. И он уже задаст настроение нашему сегодняшнему макияжу. Я потушевываю немножко этот пигмент, потому что я взяла его слишком много. Это было моей ошибкой. Я возьму кисточку под номером 14 от Ruffer. Она не такая объемная, пушистая. И я хочу потушевать вот этот оттенок, который как будто бы немножко залип. Я просто нанесла его слишком много. Я использую ту же самую кисточку пушистую. Я возьму оттенок под названием Flannel. Очень пигментированные тени. Мне это нравится. Кому не нравятся пигментированные тени, мне кажется, у Colourpop тени, они всегда плюс-минус хорошего качества. Поэтому сегодня у нас, надеюсь, получится супер классный осенний макияж. Я использую этот оттенок, чтобы нанести его в складку века. И постепенно иду наверх. Очень хорошо тушуются оттенки. Пока что никаких у меня проблем нет. Но мы еще дойдем до самого темного оттенка в этой палетке. Но теперь давайте попробуем. Самый, наверное, красивый оттенок в этой палетке, который называется Velvet One. Это, я так понимаю, пигмент прессованный. Потому что наверху оттенка есть звездочка. Скорее всего, это и есть прессованный пигмент. Я возьму вот такую кисточку, плоскенькую, но она хороша также для растушевки от бренда Belly. Я нанесу в складку века этот оттенок, чтобы достроить пигмент. Иду немножко вправо. И вбиваю оттенок также. Иду к середине века. И пока что, мне кажется, что мне нравится, как этот оттенок показывает себя на веке. То есть он действительно смотрится таким же, каким он и смотрится в рефеле. Мне очень нравится этот факт, что он не какой-то чрезмерно, знаете, такой супер пигментированный. То есть он пигментированный, но в меру. Возьму ту же самую кисточку от Raffer под номером 27 и чуть лучше растушую. Конечно, оттенки бордовые, это не самые легкие оттенки, с которыми прям очень легко работать. Я это ощущаю каждый раз, когда я с ними работаю, но зато это очень красиво смотрится. Честно, мне очень нравится этот макияж. Прям такой осенний-осенний вайп. Мне очень нравится. Да, давайте попробуем теперь шиммер из этой палетки. И давайте начнем, наверное, со шиммера, который называется Video Night. В общем, пока что пигмент он очень минимальный, поэтому сейчас я возьму MAC Fix Plus и вернусь к вам через секунду. Я использую кисть, кстати, от Raffer под номером 02. Это идеальная кисть для того, чтобы носить спарклы на веки. Смотрится неплохо, но я не могу сказать, что это прям самый лучший оттенок шиммера, который я пробовала вообще в жизни. Или у Color Pool, в принципе. Такой, знаете, обычный средненький пигмент и вообще с яшки, которые я вижу у себя на веки. Кстати, ребят, кто-нибудь из вас смотрел вообще нашумевший сериал, который называется Squid Games? Так он называется, по-моему. Потрясающий сериал. Мы с мужем начали смотреть его. И даже он, человек, которого сложно увлечь каким-то сериалом, он прям такой, давай смотри дальше. Мы уже хотели пойти спать. По-моему, был час ночи. И началась вторая или третья серия сериала. Он говорит, ну включи, давай посмотрим, что там, что дальше. Это реально серии, которые заставляют тебя думать, наверное, и заставляют тебя также переживать за героев очень и очень сильно. Поэтому, если вы смотрели, дайте мне знать, как вам вообще сериал. Я еще не досмотрела его, поэтому не нужно спойлерить в комментариях. И это, на минуточку, самый просматриваемый сериал, который когда-либо выходил на Netflix. Настолько популярность у этого сериала огромная. Это просто шок. Дальше давайте попробуем вот этот оттеночек. Называется он у нас Throwback. Я не могу сказать, что я прям в восторге от шиммеров этих оттенков в этой палетке. То есть они как бы хорошие, но не прям вау. То есть я почему-то ожидала от них чего-то большего. Матовые пока что прям меня поразили. Они хорошего качества. И я беру тот же самый шиммер под названием Video Night. Просто нанесу его в уголок глаза. Возможно, даже пальцами рук эти шиммеры набираются чуть получше. Я возьму кисточку пушистую и немного сделаю эти оттенки ближе друг к другу, чтобы не было этой видной линии того, что у нас есть шиммер здесь. И здесь уже начинается матовый оттенок. Возьму еще немножко этого матового оттенка. Тоже со мной кисточкой пушистой. Чуть-чуть увеличу пигмент. Вот такой у нас получился конечный лук с этой палеткой. Я нанесла, кстати, тональную основу. Я нанесла немножко бронзера кремового. И да, мне нравится, что у нас получилось. Прям действительно настоящий осенний лук-лук. Ну или образ. Вам не нравится, когда я говорю слово лук, поэтому образ. Давайте перейдем дальше к тестированию этой коллекции от Colourpop. Нам сегодня есть много чего потестировать. Наверное, я хочу начать с румян, потому что всего лишь у нас их 4 штуки. А помада у нас 8 и 4 карандаша еще нас ждет. Коллекции 4 румяна в стиках. От самого светлого оттенка до самого темного, такого бордового. Очень красивого. Итак, давайте начнем с самого светлого оттенка. Самый светлый оттенок у нас называется Skater Boys. И вот так выглядит наш первый самый светлый оттенок румяна. Называется он Skater Boys. Мне кажется, что этот оттенок подойдет не только, на самом деле, на осеннее время года, но еще и на все 3 других времени года. На зиму, на лето, на весну. Идеальный оттенок, универсальный. У меня уже есть ощущение, что мне он очень понравится. Так, у меня сейчас я хотела сначала нанести его на кисть. Так будет правильно, но уже поздно. Я использую кисть для растушевки румян от Fenty. Кисть под номером 125. Да, такой милый, красивый оттенок, который, опять же, универсальный. Подойдет, мне кажется, он всем. Мне, в принципе, нравится, как он смотрится. Я до этого не пробовала ни разу формулу румян в стике от Colourpop, но пока что мне, в принципе, нравится. Но, конечно, пигмент не очень сильный, как мне кажется, у этих румян. Давайте посмотрим на второй темный оттенок из этой коллекции. Может, он будет смотреться получше. Второй оттенок из этой коллекции называется Mel Red. Таким вот он образом смотрится. Тоже очень симпатичный оттенок. Мне нравится. В этот раз я нанесу его на кисточку уже, чтобы нанесение было более красивым. Мне кажется, что вот эти все оттенки из этой коллекции, они просто идеально сочетаются с моим нам цветом волос. Я не знаю, почему, или это я, у меня такие ощущения, или что, но ощущение такое. Но мне кажется, что эти румяна, они прям не очень пигментированы. То есть мне приходится достраивать пигмент, достраивать, достраивать и достраивать его. Но может даже это и хорошая вещь, что они прям сразу пигментированы, показываются на лице. Таким образом смотрится оттенок Mel Red. Химпатичный очень. Следующий более темный оттенок из этой коллекции называется Viona Forever с W. Таким образом смотрится оттенок Viona Forever. Это уже прям настоящий осенний оттенок. Я, наверное, нанесу это на предыдущие румяна наши, потому что все равно те румяны не дали особого пигмента. Да, мне нравится, наверное, этот оттенок даже больше, чем два первых, потому что он более пигментированный, и он идеально, опять же, подходит к нашему макияжу. Поэтому да, оттенок Viona Forever. Кстати, ребят, я не посмотрела, насколько эти румяна липкие, потому что это все-таки румяна в стике. Ну, что-то чувствуется, да, есть остатки румян этих в стике на моих пальцах, но это не критично на самом деле. Мне нравится все равно, как это смотрится. Я думаю, за эту цену, за которую можно купить одну штуку румян этих, а именно 8 долларов, это очень даже хорошая формула. Последний оттенок в этой коллекции называется So Cold. Это прям настоящий бордовый такой, прям очень красиво смотрится. Вау, идеально, опять же, подходит к моей кофте сегодня. Да, это тоже симпатичный оттенок, очень, кстати. Он, наверное, гораздо лучше подходит к нашему сегодняшнему макияжу. Очень, кстати, легко с ними работать. То есть чик-чик провел кистью, растушевал, тушевал в кожу, и как бы уже все красиво смотрится. Да, это симпатичный оттенок. Мне нравится, что он все-таки не такой прям очень-очень активный, потому что я боялась, что я не смогу использовать этот оттенок. Настолько он казался темненьким в упаковке. Так смотрится наш последний темный, самый темный оттенок из этой коллекции, которая называется у нас So Cold. Ну а теперь, ребят, самое интересное, давайте попробуем помады и карандаши из коллекции Plush Like Me. Наверное, все-таки я хочу начать с карандашей. Ну как вообще карандаши смотрятся на губах, если использовать их как помады. Поэтому давайте попробуем наш первый оттенок, который называется Over the Liner. И вам разусмотрится наш первый цвет, Over the Liner. Мне кажется, это один из самых идеальных оттенков карандаша для губ на осень. Прямо он хорошо перекликается с нашим макияжем. Мне безумно нравится, как он смотрится. И ощущается он тоже приятно на губах, кстати. Не чувствую, что он как-то пересушивает мои губы, когда я нанесла его в первый раз. И поэтому мне нравится пока что формула этих карандашей. Давайте перейдем теперь ко второму нашему оттенку, более темному. Второй оттенок карандаша называется Good & Plenty. Этот оттенок все-таки больше уходит в какой-то коралловый оттенок, но все равно мне он нравится. Так же сильно, как и первый оттенок. Оба хороши, но мне кажется, первый пока что все равно выигрывает, потому что он имеет ту самую идеальную гамму на осень. Дальше мы попробуем оттенок под названием CD. Окей, я решила все-таки полностью не покрывать карандашом эти губы, потому что я знаю, что этот оттенок, он, скорее всего, достаточно сильно осядет на моих губах. То есть, скорее всего, я не смогу удалить пигмент этот с губ. Я все-таки хочу еще оставить мои губы для помад. Поэтому вот таким образом, в общем, смотрится карандаш в оттенке CD. Этот карандаш определенно чувствуется более гладким, и как будто бы скользящим по губам. Я не знаю, может, потому что я использовала влажную салфетку, но он нанесся как будто бы лучше и не был таким сухим, как предыдущие. Предыдущие оттенки не были такими сухими, но именно этот как будто бы, я не знаю, он просто скользит по губам, как масло. Я не знаю. Крутой оттенок, но слишком темный для меня. И последний оттенок, самый темный из всех карандашей, называется он Grunge Girl. Мне кажется, это будет очень-очень такой насыщенный оттенок для моих губ, для макияжа нашего сегодняшнего. Окей. Наносится он очень хорошо. Я точно чувствую, что этот пигмент будет сложно, в общем, смыть. Давайте попробуем все равно. Да, то есть это прям такой вамп оттенок, я не знаю, он классно смотрится и на камере, и в жизни, скорее всего. Не могу сказать, что это прям, наверное, самый такой качественный оттенок в этой формуле, потому что я вижу какие-то непонятные просветы на губах, но смотрится он, конечно, вау. Мне кажется, оттенок этот будет идеальным на Хэллоуин. Можно создать какой-нибудь такой вамп-образ, и, в общем, это будет тот самый оттенок карандаша, который я бы использовала для этого образа. Но да, хорошо он лег, но не понравилось мне то, что я увидела какие-то просветы на губах. Может, это, конечно, моя вина, или у меня губы слишком сухие, но, в общем, неплохой оттенок определенно. Ну что, ребят, теперь самое, наверное, восхитительное об этом видео. Я буду делать свотчи всех восьми оттенков помад, которые я купила от Colourpop в их коллекции Plush Like Me. И у нас будет небольшая такая свотч-вечеринка помад от Colourpop. Мне кажется, я, кстати, давно, очень давно не делала свотч-вечеринку помад у себя на канале. Мне кажется, последний раз это были помады от Maybelline, которые я делала. Ну, в общем, да, я в большом восторге показать, как каждый из этих оттенков будет смотреться у нас на губках сегодня. И первый самый светлый оттенок помад из этой коллекции называется Gen X. Очень нравится, как эта помада ощущается на губах. Очень гладко она ощущается, то есть шелковистая такая текстура у нее. Прикольно. И это, кстати, первая помада, которую я попробовала, когда мне пришла эта посылка. Настолько я была в предвкушении попробовать именно этот оттенок Gen X. Идеальный оттенок на каждый день. Я бы описала его так. Очень нравится формула. Давно не использовала формулу этих помад от Colourpop. Я думаю, что я уже начинаю влюбляться в эту формулу помад от Colourpop. Итак, наш оттенок назывался Gen X. Следующий оттенок помады, который мы будем пробовать, называется Kate. Это более темный оттенок, чем предыдущий оттенок. Вот таким образом смотрится оттенок под названием Kate. Очень красиво смотрится и чувствуется не менее комфортно на губах также. Следующий оттенок называется Bend T. В данный момент, мне кажется, почти все помады смотрятся так или иначе одинаково. В этой помаде я отчетливо вижу нюдовый потон. Мне кажется, эта помада даже идеально бы подошла просто к нашему образу, потому что у нас и так очень активный макияж глаз. Но да, вот так смотрится помада Bend T. Не могу сказать, что она очень сильно, кстати, отпечатывается на руке, что здорово. Это значит то, что формула она матовая, понятное дело. И эта матовая формула будет очень стойкая, что мне очень нравится. Я иногда даже считаю, что лучше я куплю матовую помаду и нанесу поверх нее блеск, чем я, например, куплю глянцевую помаду. И тогда уже у меня нет столько много разных возможностей, как мне облагородить мой лук. Поэтому матовая помада, мне кажется, это всегда беспроигрышный вариант, потому что вы можете сделать с ними всего интересного. Вы можете нанести ее просто матовым слоем на ваши губы и можете также поверх нанести блеск. И тогда уже это будет совершенно другой образ. Следующий оттенок называется Matte AF. И это уже, я бы сказала, даже как тот самый первый оттенок. Что-то в них есть похожее, то есть они реально, я не знаю, похожи друг на друга. Давайте посмотрим эту помаду. Да, она более пигментированная, это я сразу увидела. Конечно, эта помада, она в разы пигментированнее, чем все остальные помады. И, наверное, в этом оттенке есть этот осенний вайп, осенняя атмосфера, которую я хотела прочувствовать с этой коллекцией. Мне нравится этот оттенок, потому что он не слишком темный, он где-то посередине, да. То есть это тот самый пигмент, который я бы хотела носить прямо сейчас. Следующий оттенок помады называется Crying. И я точно помню, что, знаете, этот оттенок, он очень похож на предыдущий оттенок. Давайте просто посмотрим. Этот оттенок помады называется Crying. И это оттенок предыдущей помады, которая называлась Matte AF. Очень-очень похожие оттенки. Прям, мне кажется, если вы просто возьмете один оттенок из этой коллекции, вам, скорее всего, будет достаточно. Потому что я думала, когда я покупала эту коллекцию, что вот, наверное, это будут какие-то интересные, разнообразные оттенки. Но, походу, они все более-менее одинаковые. Когда наносишь их на губы, печально немножко. Оттенок Crying. Окей, этот оттенок, он отличается все-таки от предыдущего, потому что в нем я вижу такой какой-то ягодный подтон. В рефиле он смотрится каким-то пыльно-розовым, но на губах он уже смотрится таким ягодным. Поэтому, да, это красивый оттенок. Но просто я лично не ожидала, что он будет отдавать таким ягодным. Я и просто этого не увидела в рефиле. Губы пока на месте. Это радует, что они уже не отпали куда-то, потому что столько уже помад было перепробовано у нас сегодня. Итак, следующий оттенок, который мы будем пробовать, это будет более темный оттенок. Называется оттенок этот Regulate. Кстати, эта помада, она как будто бы очень острый, у нее вот этот вот наконечник. И когда я крашу ей губы, ощущение такое, что я царапаю губы углом в помаде. Надеюсь, я правильно объяснила. Мне кажется, этот оттенок Regulate, это пока что один из моих любимых, потому что я обожаю оттенки красных помад, которые прям не совсем краснющие, как, например, помада от MAC с их Russian Red. Это вот тот оттенок красного, который я бы носила для ежедневного макияжа, потому что это комфортный оттенок красного, такого красноватого оттенка. В общем, да, очень-очень красиво смотрится. Пока что самый любимый оттенок из всей коллекции этих помад. Обязательно оставлю его на своем туалетном столике, чтобы использовать как можно чаще. Далее оттенок Call Waiting. Я бы описала этот оттенок как оттенок Vamp. Что-то вот такие у меня ассоциации. Я буду использовать сейчас карандаш для губ, потому что я не хочу просто, чтобы у меня столько много помады, много слоев было на губах. Это было бы не очень. Я использую карандаш в оттенке Grunge Girl. Так смотрится оттенок под названием Call Waiting. Мне не очень нравится, как мои губы огромными смотрятся с этим оттенком, поэтому я хочу поскорее просто смыть. Настолько мне, ну, некомфортно пока что, наверное, использовать этот оттенок. Настолько он слишком темный для меня. И последний самый темный оттенок из этой коллекции называется он Pickled. Мне уже даже немножко страшно пробовать его, если честно. Вот таким вот образом он смотрится. Невероятно красивый и необычный, правда же? Кстати, вот это странно или нет, но на помаде есть такие небольшие какие-то дырочки небольшие на рефиль. Это вообще нормально или нет? Очень даже неплохой оттенок. Кстати, он даже чуть получше мне лично заходит, чем предыдущий. Мне почему-то кажется, что оттенок этой помады это просто под настроение. То есть я не думаю, что я бы носила эту помаду каждый день осенью. Нет. Насыщенный оттенок лично для меня. Если вас, допустим, интересует помада для Vamp Look, то это будет тоже она. И оттенок называется этот еще раз Plucked, Not Pleaked, как я сказала в начале. И в общем, да, вот мы и попробовали все помады из этой коллекции, а именно 8 штук. Губы пока у меня отвалились, что мне очень радует. Мне это очень радует. И да, теперь я просто уберу вот эти штучки с волос, накрашу реснички тушью, и мы будем пробовать оставшиеся халайтеры из этой коллекции. Мы должны попробовать его с вами. И да, после этого я скажу вам свои отзывы и все такое. Ну что, ребята, я вернулась. И вместо того, чтобы поставить тот бордовый оттенок помады, очень темный, я решила нанести оттенок Crying. И мне кажется, он отлично подошел к нашему сегодняшнему образу. Моя камера выключилась, когда я делала оформление нижней части ресниц. Поэтому я скажу вам быстренько, что я нанесла на нижнюю часть ресниц. Я нанесла вот этот оттенок и смешала его потом с вот этим оттенком. Также нанесла вот этого оттенка ближе к внутреннему уголку глаза. Далее давайте попробуем наш хайлайтер с этой коллекцией. Вот таким вот образом он выглядит. Это очень красивая упаковка. Хайлайтер в этой коллекции из сестринского бренда Colourpop Soul Warrior. Этот хайлайтер у нас в таком красивущем розовом оттенке. В этом оттенке имеются много блесток. И они с золотистым оттенком. То есть хайлайтер, по сути, он, я бы сказала, даже выглядит оранжеватым. Вы его свочите, вот так вот он выглядит. И мне почему-то кажется, что это та же самая формула хайлайтера, как и в прошлой полной коллекции Colourpop Barbie X Colourpop. Сейчас очень сложно открыть его. Вот таким образом выглядел хайлайтер из коллекции Barbie Colourpop. Он гораздо более золотистый, тогда как этот, он, понятное дело, с розовинкой, но также в нем имеется большое количество золота, как и в предыдущем хайлайтере от Colourpop, который я покупала. Давайте же посмотрим, как он будет смотреться на нашем лице. Нанесу, наверное, его пальцем все-таки пока что. Да, такой красивый, не совсем естественный блеск, но все равно это замечательный оттенок для стиля этой коллекции. Мне нравится, как он ощущается, как он смотрится. В принципе, это формула, которая, наверное, схожа с Colourpop Shock Shadows, как называется, Super Shock Shadows, вот. Кремовая и очень блестящая. Очень много шиммера в этом хайлайтере. Очень вкусно пахнет, как, в принципе, любые Super Shock хайлайтеры от Colourpop. Мне нравится этот запах, такой сладковатый как будто бы. И последнее, что я хочу сделать, последний шаг, я обещаю это нанести немного туши от Armani на нижние реснички. Да, вот такой у нас получился конечный образ с полноценной коллекцией от Colourpop, которая называется Plush Like Me. Теперь давайте я вас немножко отдалю, и я уже скажу вам свои мысли об этой коллекции. Я могу точно сказать, что эта коллекция меня не разочаровала, мне понравилось, наверное, все из этой коллекции. Давайте сейчас я пройдусь по каждому компоненту коллекции, скажу вам, что мне понравилось, и что не очень. Первое, это палетка, которая называется, естественно, Plush Like Me. Она идеально подходит, цвет этой палетки идеально подходит к моему аутфиту сегодня, это безумно круто. Я считаю, что это классная палетка, во-первых, дизайн, конечно, это просто вау, бархат, очень приятно над ней натрагиваться, очень милый, милое оформление, очень определенно. И сама палетка, она хорошая, это, наверное, ну, базовая палетка, то есть, с ней можно, понятное дело, сделать какие-то очень простые образы для повседневного макияжа, ну, и также можно разнообразить ваш макияж и сделать его вот таким вот, очень, ну, ярким достаточно, да, скажем так. Я считаю, что это хорошее качество палетки, это, в принципе, обычное качество для Colourpop, то есть, ты и ожидаешь получить хороший пигмент матовых оттенков, но мне кажется, что шиммеры в этой палетке, они не такие классные, как в любых других палетках Colourpop, мне показалось, что они немного суховаты, и я не увидела большого количества сияния, то есть, мне реально приходилось впрыскать свою кисть MAC Fix Plus, чтобы увидеть то сияние, которое я ожидала, наверное, видеть в этой палетке, и да, эта палетка, конечно, не какая-то уникальная для Colourpop, потому что они выходят с коллекциями каждую неделю, и каждую неделю эти коллекции, они похожи одна на другую, эта палетка, она очень напомнила многим, и мне в том числе, палетку Colourpop Wine Only, и также они вышли с коллекции только вот недавно, буквально пару дней назад, которая тоже в такой фиолетовой гамме, то есть, ну, как бы, уникальности нет в их коллекциях, но, однако, именно эта коллекция Plush Like Me меня почему-то привлекла, и я рада, что я купила ее, честно, это интересная осенняя коллекция, это всегда классно, я не знаю, добавить в свою коллекцию косметики что-то, что тебя восхищает, и это как раз-таки тот случай, потому что эта коллекция меня действительно вдохновила, вдохновляет, и будет вдохновлять, и уверена создавать больше интересных и каких-то цветастых луков, советую ли я вам ее покупать, возможно, на распродаже это будет хорошим предложением, но так покупать ее отдельно, наверное, смысла нет, потому что у вас, наверное, и так уже есть эти оттенки в вашей коллекции, но палетка неплохая, в особенности дизайн, меня он прям сразил на повал. Дальше, давайте поговорим о помадах, о карандашах, я считаю, что это хорошие карандаши от Colourpop, я, кстати, до этого, наверное, да, у меня были карандаши от Colourpop с их прошлой коллекцией в Барби, и это хорошие карандаши, они реально делают свое дело, у меня, к сожалению, не было таких оттенков более глубоких, осенних, да, и мне нравится, как они определенно показываются на моих губах, это всегда классно иметь в своей косметичке парочку-тройку более интересных оттенков, не нюдовых, опять же, для того, чтобы создавать более крутые образы, для того, чтобы использовать более кричащие оттенки помад, наверное, поэтому я рада, что я купила их, оттенки по отдельности из этой коллекции, наверное, нет, я бы, наверное, взяла один самый светлый оттенок из этой коллекции, я думаю, что я была бы с этим счастлива, ну, а так, рада, что в моей коллекции теперь будет больше интересных оттенков карандашей для губ, насчет помад, помады, это другая тема, которая меня очень интригует, я люблю покупать помады, кто не любит этого, они не занимают много места, и в данном случае, мне кажется, что я рада с тем, какие оттенки я приобрела, можно сказать, да, с этим сетом, все оттенки, они как бы уникальны в своем роде, но я почему-то увидела, что многие оттенки, они похожи один на другой, то есть я там использовала, допустим, серединный темный оттенок, и следующий оттенок, он выглядит так же, он более темный, но он выглядит почти идентично с тем оттенком, который у меня был до этого на губах, я не думаю, что оттенки этих помад, они прям очень уникальны, и отличаются по максимуму друг от друга, но эти оттенки лично уникальны для меня, для моей коллекции, конечно, у меня есть большое количество нюдовых помад, но у меня нет таких осенних оттенков помад, которые я бы использовала именно в это время года, а в особенности, наверное, самые темные оттенки помад в этой коллекции, они меня очень поразили, и, наверное, это то, что я не буду использовать так часто, потому что я не такая, наверное, смелая чаще всего использовать такие оттенки, мне, как ни странно, понравились самые базовые светлые оттенки в этой коллекции помад, Например, оттенок Crying, который сейчас у меня на губах как раз-таки Потом оттенок Gen X, Bent T Это те оттенки, которые я знаю, я буду использовать Их очень-таки часто И формула помада, она просто, она классная Она, наверное, даже получше, чем помада от Shell Tilbury Потому что эта формула очень комфортно ощущается на губах Не сушит губы Я попробовала 8 помад, и до сих пор мои губы не отвалились Да, это о многом говорит Я в предвкушении определенно использовать ветлые оттенки из этой коллекции Больше и больше Но, как я уже говорила, вам не нужны все 8 оттенков Просто, наверное, достаточно 2-3 оттенков Чтобы разнообразить свою коллекцию более такими дымчатыми какими-то оттенками пыльной розы Да, вот это будет идеально для вас Не покупайте всю коллекцию, все 8 помад Это, мне кажется, ни к чему просто Далее поговорим о румянах Эти румяна прям хорошо, комфортно чувствуются на коже Не слишком липкие, что очень здорово Мне понравился тот факт еще, что самый даже темный оттенок Он не прям настолько темный, насколько темными показываются темные оттенки помад на моих губах Вот И это круто Я определенно буду чаще использовать вот эти вот оттеночки Вот этот оттенок меня, да, поразил Называется он что-то там forever Потому что уже даже стерлось название этого оттенка Что светлый, что вот самый даже темный оттенок в этой коллекции Мне они понравились Буду тестировать эти румяна еще больше И в одном из видео, может, скажу вам, что я в конце концов о них думаю И последнее, что мы сегодня попробовали Это хайлайтер от Sol Bory Мне он понравился Не могу сказать, что это какой-то супер уникальный хайлайтер Наверное, я бы не купила его по отдельности Может быть, возможно Если я буду использовать на теле его, это будет круто Но, наверное, я все-таки не использовала бы его каждый день Просто потому, что у меня есть другие любимые формулы хайлайтеров Которым я часто прибегаю И у которых, к тому же, более известная, знакомая мне формула А именно пудровая Наверное, все-таки пудровая формула Это та формула хайлайтеров Которую я обожаю больше всего И смотрится это более естественно Потому что в этом хайлайтере, конечно, блестки Они прям... Ну, их видно издалека, наверное И они более крупные Крупнее, чем то, к чему я, наверное, привыкла И да, ребят, вот такой на сегодня был обзор На новую коллекцию Colourpop Надеюсь, вам понравилось мое сегодняшнее видео Я очень надеюсь, что вы извлекли нужную полезную информацию для вас из этого видео Да, дайте мне знать в комментариях, что вы думаете по поводу этой коллекции Пили ли вы ее сами бы или нет Будет очень интересно это узнать И я надеюсь, что вам все понравилось Надеюсь, что ваш день проходит отлично и замечательно На этом я буду заканчивать свое видео Я желаю вам прекрасного дня Хорошего настроения И всегда оставайтесь красивыми Мои дорогие подписчицы Ваша Юля Не прощаюсь Пока-пока